Гетфан на связи! В Варшипсе много веток с разными особенностями, в которых разбираются не все. Но посмотрев это видео до конца, даже самый зеленый новичок будет знать особенности всех веток эсминцев, их отличия и сможет выбрать лучшие ветки для прокачки благодаря озвученным оценкам. Обзор получился объемным, так что в таймлайне разделил его на нации, но помните, в рандоме тащат чаще тот, кто знает одновременно сильные и слабые стороны своей и вражеской техники. Так что рекомендую к просмотру от начала и до конца, а еще прожать лайк, если тема кажется актуальной. Ну а в подсказках, кстати, найдете похожие разборы по другим классам. В качестве небольшой рекламы на старте надеюсь только лишь на то, что вы обратите внимание на ссылки в комментариях, по которым можно регистрировать новые аккаунты с классными бонусами. А еще там есть инструкция, как получить много халявы по морскому братству. Вступайте в мое, получайте много мега халявы и тащите бои в комфорте. Теперь же перейдем за тему ролика. Начнем с японских эсминцев. У нации есть две ветки, которые в итоге приведут нас к совершенно разным концептам геймплея. Ветка во главе со Симакадзе может похвастать отличной маскировкой на уровне, ведь эти эсминцы превосходят большинство на голову в этом параметре, что в свою очередь позволяет заниматься разведкой и захватом точек в сражениях. Однако есть нюанс. Вступать в открытое противостояние с другими эсминцами зачастую слишком опасно. Мощь собственной артиллерии сомнительная. Малая скоростейность и неповоротливые башни в перестрелке делают нас уязвимыми. Потому в противостоянии с крейсерами и эсминцами в большинстве случаев приходится рассчитывать только на поддержку союзников. Торпедное вооружение тут, кстати, отличное. Дальность хода одна из лучших на уровне, при том, что у рыбок шикарнейший урон и конкурентная скорость и незаметность. Это делает из эсминцев Японии настоящий кошмар для всех линкоров, да и для многих тяжелых крейсеров. Хотя от случайного попадания не застрахован и эсминец, спрятавшийся в дымах. В общем, торпеды – это очень мощное, но очень рандомное вооружение. Потому с точки зрения геймплея могу сказать, что ветка очень хороша для новичков, ведь торпеды в целом-то пускать несложно. Ну а с лучшей маскировкой на уровне очень легко прощупываются границы разумного риска. В таких условиях учиться захватывать точки и выходить из-под удара с помощью дымов проще пареной репы. Потому по оценкам я склонен считать, что японские торпедники одни из самых простых. И тут даю всего один балл сложности, так как по задачам этот тип эсминцев совсем не перегрушен. Но и интересы из-за этого тут максимум на 2 балла, ведь ветка редко бросает вызов игроку, позволяя практически все сражение проводить в спаме торпед от незаметности. Бал накидывают тут только за то, что рельсоходы лопаются ну очень бодро, и это в бою вызывает много эмоций. У подветки Харугума геймплей иной. По крайней мере, начиная с 8 уровня, у 100-мм Акизуки нетипично высокая скорострельность, которая позволяет распиливать встречные эсминцы словно пилорама. В задачу уничтожения эсминцев помогает еще и солидный запас здоровья, помогающий успешно проводить размены по ХП с одноклассниками, у которых оно, как правило, кончается быстрее. Ну а в борьбе с другими классами ветка выделяет преимущественно большой вес залпа и огромный пробой у фугасов с измеримой со 180-мм орудиями некоторых крейсеров. Благодаря сумме этих особенностей нам в руки попадает не только прекрасное оружие против эсминцев, но и против крейсеров и линкоров, которых мы можем окунуть в невероятно болезненный фугасный дождь. Естественно делать это разумней всего стоя в своих же дымах, когда по нам не стреляют, ведь в ином случае за счет слабой маневренности этих эсминцев, скорости и огромных габаритов велик риск получить на сдачу весьма себе ощутимые цифры урона. Ну а еще из-за слабой маневренности ветка хоругума очень уязвима к торпедным атакам, что несколько усложняет охоту за эсминцами. Тут, кстати, установлены фирменные японские длинные рыбки, так что и сам хоругума вполне может поспамить по линкорам. Только вот в отличие от ветки Симакадзе торпедных аппаратов мало, и только благодаря расходнику «Ускоренная перезарядка» можно создавать некое подобие торпедного супа. Потому, скажу так, рыбки тут скорее оружие второстепенное, помогающее избавиться от пикирующих в наши дымы линкоров. Ну а основной урон приходится делать артиллерии. По оценкам корабли этой ветки получают сложности балла на 4, ведь из-за динамики ошибки аукаются больно, а артиллерийский геймплей уже не дает возможности проводить пресные и безопасные сражения. Но благодаря тому, что ветка хоругума хороша в торпедном геймплее и в артиллерийском очень и очень сильна, интереса на мой вкус тут на все 5 баллов. Скучно не бывает. Ну а ваша тактика ограничится только лишь фантазией. Ветка эсминцев Европы необходима для тех, кому хочется насладиться именно торпедным геймплеем. Но при этом торпедная ветка эсминцев Японии ему не подходит по причине того, что она скучная и неинтересная. И вот тут на сцене появляется Халланд, которому разработчики смогли дать особенный торпедный геймплей. Скорость рыбок тут зашкаливающая, под 100 узлов на хай-левел. От быстрых торпед очень сложно увернуться, что позволяет нам в бою достигать большего числа попаданий, в том числе и по эсминцам, нанося сокрушительный урон по, казалось бы, неубиваемому для торпедника противнику. При этом у рыбок очень быстрая перезарядка, и потому европейцы без помощи союзников могут окунать конкретного противника в реальный торпедный суп. Одно но, торпеды тут слабые, и потому, чтобы на них делать реально много урона, необходимо ловить противников на затоплениях. И вот это тот самый фактор, который повысит интерес процесса в торпедном геймплее. Ну а второй фактор, который заходит лично мне, европейцев невозможно назвать легкими фрагами при охоте за ними. Ведь у европейцев достаточно скорострельная артиллерия, чтобы отбиваться от атакующих. У эсминцев Европы есть хилки, чтобы регенерировать ХП и усложнять свое уничтожение. Причем расходник появляется ветке еще в песке. Кроме того, у ветки достаточная незаметность. Ну а благодаря исключительному ПВО найти эсминца очень опасно даже для авианосца, ведь после выполнения этой задачи есть риск просто не вернуть эскадрилью. У европейцев дымов нет, и в геймплее страховки от ошибки у них нету, что добавляет и зюминку, и перчинку. И вот именно поэтому скажу, что сложность тут баллов на 5. Расслабляться ветка в игре не дает. Но интереса ниже 3 баллов давать я просто не могу. Если вы научитесь играть в контрплей эсминцев на этой ветке, то интереса вы достигнете даже на пятерочку за счет универсальности геймплея и возможности хаунда в разных направлениях игры. Ну а вот эсминцы США дают универсальный геймплей уже в песке. Ключом к успеху при игре на этих эсминцах играет сочетание суперскорострельной артиллерии, количество стволов и мощи фугасных снарядов. В сумме эти факторы позволяют, начиная уже с пятого уровня, на американцах доминировать на коротких дистанциях при встрече с другими эсминцами. На дистанции ниже 7 километров фирменная американская навесная баллистика не вызывает дискомфорта, а ранее озвученные ТТХ в сумме дают больше потенциал, чем у любого одноклассника. При этом у американцев есть бонусные характеристики для сражения в этих условиях, отличная маневренность для противоторпедных маневров и быстрые башни, дающие возможность быстро приспосабливаться к любым боевым ситуациям. Маскировка тут незначительно уступает торпедникам, что позволяет американцам подкрадываться очень близко к потенциальным жертвам. Но, как известно, за исключительно сильные стороны необходимо платить исключительными минусами, и тут они затрагивают дистанционный бой. Во-первых, торпеды короткие, до седьмого уровня, что сильно ограничивают атакующие возможности. Мы либо ловим цель у островка, либо ограничиваемся перестрелкой из своих длинных дымов. Но при этом из-за баллистики, что уже во-вторых. Такая перестрелка будет малоэффективна по подвижным целям. На хай-левел подвижки в дистанционном бою, конечно, есть. Торпеды завозят длинные, но по сумме других характеристик они все еще не дают комфортный геймплей, и потому артиллерия остается основной фишкой нашего боя. Ну а третье важное. Запас хп средний. Потому расходовать его необходимо очень осторожно. И вот это данное ограничение поднимает оценку сложности ветки до 3 баллов. Тем не менее, благодаря исключительной силе на короткой дистанции, позволяющей легко сражаться за точки, думаю, ветка все еще способна подойти новичкам, но которые уже знакомы с основами боя эсминцев и могут рисковать разумно. Ну а интересы ветки по субъективной оценке баллов 5. Особенно если вы не будете ждать перезахвата точек, а будете действовать на опережение и перехватывать вражеские эсминцы еще на подходе. Игры в кошки-мышки порой бывают ну очень увлекательными, и американцы в них хороши. Эсминцы советов, так же как и американские, имеют исключительно слабые и сильные стороны. Но тут расклад немного иной. Торпеды еще короче, чем у американцев, потому реализовать их можно лишь в исключительных боевых моментах. Подлавливать противника из-за островов будет уже не так комфортно, ведь у советов маневренность посредственная. Потому если за островом нас будет ждать засада, считай произойдет гарантированный размен, ведь уйти в противоторпедный маневр нам уже не хватит времени. Тугие рули и радиус циркуляции на уровне некоторых крейсеров заставляют вести более осторожный геймплей в островах, где даже так мы все равно рискуем, не рассчитав радиус, впилиться в остров и стать очень простой целью для обстрела. Ну а еще башни тут просто приваренные, потому реагировать на неожиданно появившуюся цель из-за островов мы будем целую вечность и скорее всего потеряем за это время очень много хп. Ну а заканчивает этот список недостатков еще кошмарная маскировка, из-за которой мы можем получить фокус в листочке, даже не поняв откуда идет засвет. В общем, другими словами, на кинжальных дистанциях боя советы уязвимы со всех сторон как не посмотреть, но при этом в дистанционном бою мало кто может сравниться с ними в эффективности. Ключ успеха в этом гейплее — советские 130-мм орудия. При средних цифрах скорострельности у них высокий потенциал в нанесении повреждений. Снаряды мощные, у бронебоек высокое пробитие за счет отличных начальных скоростей, а у фугасов высокий урон и шанс на пожар. И все это приправлено отличной баллистикой, позволяющей без труда попадать по любым целям на дистанции 10 км и выше. Сами же эсминцы советов на таких дистанциях боя очень комфортны. Большая скорость и наличие мощного форсажа очень мешают противникам достигать попадания по нам. Не забываем, что даже самые большие эсминцы все равно являются очень маленькими кораблями, и на дистанции по этим безумным точкам за счет разброса попадается нелегко. Ну а если еще в момент удачной перестрелки эта точка берет и ставит дымы, то становится совсем уж неприятно. Дымы, кстати, у советов есть. Но на хай-левел ветки дельного лично я предпочитаю дымам хилку, ведь восстанавливая хп, эсминец заметно повышает свой потенциал в дистанционном настреле. Короче говоря, ветка дельного отлично подходит для поддержки одноклассников в блесточек и для заливания линкоров на дистанции. В таком геймплее выполнять задачи борьбы за точки будет сложновато, а так как зачастую команда будет ждать от вас какая-то эсминца в первую очередь захвата, будем считать, что сложность ветки будет баллы на 4, если вы попробуете удовлетворить желание своей команды. Если же вы забьете и поймете, что в ваших руках находится скорее мини-крейсер, то тогда вы выживаете на большой дистанции большую часть сражения и в этом геймплее у вас сложность не более 2 баллов. Единственное, что может вызвать проблемы, это защита от авианосца, но и интерес в таком геймплее максимум будет балла на 2. Рано или поздно такой геймплей надоедает всем. И вот в этот момент на сцене появится подветка Грозового. В целом этой ветке присущи все плюсы и минусы основной, но при этом тут менее выражены что ли. То есть тут те же самые злые 130-мм орудия, с отличной баллистикой и уроном, но стволов меньше, чем в основной ветке, так что в дуэлях артиллерийской мощи может уже не хватать. Маневренность все еще вызывает порой скрежет зубов, из-за того, что корабли быстрый радиус циркуляции просто раздут. Тем не менее, благодаря повышенной маскировке растет и возможность в захвате и удержании контроля за точками. И вот это уже существенно повышает нашу боевую эффективность, как эсминца. Кроме того, у подветки Грозового очень даже богатый набор снаряжения. Есть дымы, хилки, заградка и даже форсаж. То есть под любую боевую ситуацию есть кнопочка, упрощающая выживание в конкретный боевой момент. Ну а еще ветки есть конкурентные по дальности и скорости хода торпеды, что приближает концепт советских эсминцев к более классическому что ли, но при этом наличие фирменных фишек все еще делает этот геймплей самобытным. В итоге сложность ветки, думаю, тут повышенная. Балла 3 с плюсом, ввиду того, что ветка слишком уж средняя во всем. И далеко не всегда легко ориентироваться и принимать правильное решение по собственным действиям. Ведь для влияния на ход боя очень много разных инструментов. И без опыта в них можно запутаться и наделать ошибок. Но из-за постоянного осмысления игрового процесса я даю ветке 5 баллов интереса. Скучать на ней не получится. Да и расслабиться тоже. Французские эсминцы. Они как советские, из ветки дельного только вот немного лучше. Корабли тоже быстрые, под форсажем считаю исключительно быстрые, из-за чего на них очень удобно играть в заплевыватели на дистанции. Они так же, как и советские, имеют огромный запас живучести, но при этом их наградили особенной схемой распределения хп в корпусе, что костылями немного, но повышает живучесть в сравнении со стандартной. В отличие от дельного, тут, конечно, нету ни хилки, смягчающие эффект совершения ошибок, ни дымов, которыми мы бы могли выходить из излишнего фокуса. Потому за ошибки ветка реально карает, и она из-за этого объективно сложнее. Но зато вместо страховки плохого геймплея, тут выдают еще более комфортные параметры маневренности для дистанционного заплевывания и очень неплохой торпедный потенциал, заключенный и в количестве рыбок, и в дальности их хода. Артиллерия, кстати, тоже тут несколько отличается от советской. 139-мм снаряды мощнее, но скорострельность будет ниже советской. Так что ДПМ тут явно ниже. Только вот на длинной дистанции это, могу сказать, даже не проблема, ведь есть расходник, ускоряющий перезарядку в конкретные необходимые моменты. Допустим, встречаем эсминца, и вот в этот короткий промежуток времени мы отрываем ему больше, чем половина лица за короткую перестрелку, за счет того, что в мгновение увеличиваем свою скорострельность в два раза. В итоге этот расходник мне очень-очень нравится, и если расплатой за него будет средненький ДПМ в моменты ленивого заплевывания на дистанции, то скажу, что оно точно того стоит. Баллистика до восьмого уровня средненькая, а после восьмого практически идеальная, что позволяет нам работать даже бронебойками, если противник подставляет борт и вытаскивает цитадельки. В итоге по оценке скажу так, тут есть все, что нужно для заливательного геймплея, и при этом тут есть очень даже вкусные фишки, потому интереса тут ну минимум балла 3, а может даже и 4, за счет появления потенциально интересного геймплея охотника за эсминцами. Но при всем при этом и сложность ветки на балла 3 с плюсиком. Без страховки порой играть очень опасно. А если говорить про немецкие эсминцы коротко, то скажу так, они как американцы в геймплее, но с немецкими фишками и немецкими слабостями. Возьмем, к примеру, живучесть. Она тут лидерская, что очень помогает в борьбе за точки. Только вот при этом эсминцы Германии неповоротливы зачастую, и потому огребсти по лицу на них будет проще. Кроме того, у немцев хуже маскировка, чем у американцев, из-за чего охотиться за торпедниками на них сложнее. Ну а универсалов больше возможностей выдержать нас в свете. Перед активной фазой боя сильно уменьшая наш исключительный запас ХП. Артиллерия тут тоже 127-мм, как и у американцев. Только вот скоростейность орудий ниже, из-за чего в коротких дистанционных и честных перестрелках потенциал будет у немцев ниже. Тем не менее, за счет наличия гапа в ветке, который на хай-левел перекрывает чуть ли не всю точку, можете считать, что честных дуэлей на точке тут, как правило, не случается. Ведь немец скрыт дымами, при этом подсвечивает себе противника и без риска для себя его разбирает. Данная фишка очень вкусная и накладывает существенный отпечаток на весь геймплей ветки. Только вот, дымы короткие и долго в них не позаливаешь, но агап периодически уходит в КД. И вот в этот момент мы лицом к лицу сталкиваемся с низким потенциалом ветки в этом окне уязвимости. И вот если, не дай бог, мы встречаемся с американцами, ну вот в этот момент мы можем начать кусать локти. Из приятных бонусов отмечу повышенный потенциал в дистанционных боях. Тут льготное пробитие фугасов, что даже на фоне низкого урона от снарядов и низкого шанса на пожар, держит эффект закликивания на конкурентном уровне. Бронебойки, несмотря на малый калибр, при этом имеют высокий разовый урон, что опять же повышает наш потенциал, если противник подворачивается бортом. Ну а на хай-левел немцы даже получают некоторое подобие спам-потенциала торпедами, за счет того, что у них появляется реально высокая скорострельность при конкурентной длине и мощи торпед, которые есть, кстати, на длине всей ветки. В общем, скажу так, немцы уникальны. Связка гапа плюс дымы заставляет влюбиться в ветку и прощать ей многие недостатки. Тем не менее, сильной ветку назвать сложно, ведь очень многие ветераны игры, зная о фишках немцев, разрывают дистанцию с ними еще до момента, как представится возможность воспользоваться гапа. Ну а так как других исключительно сильных сторон ветки нет, считаю, что сложность игры на немцах повышается до 5 баллов. Но это, конечно, при условии, что противник уверенно контрит наш гап и не подставляется. В ином случае можно ждать много легких, практически беззубых фрагов. Ну а так как ветка в целом про захват точек и контр-игру эсминцев, я скажу, что она дает разнообразие и интереса балла на 3 не меньше. Так что ветка достойна прокачки. Что, кстати, невозможно сказать про альтернативную ветку Элбинга. У нее есть свои поклонники, но это прям очень небольшая часть эсминцеводов игры. Ключевое преимущество ветки – невероятно мощные 150-мм орудия, которые приближают по артиллерии немцев к крейсерам. По запасу ХП, кстати, Элбинг тоже ближе к легкому крейсеру. Так что в руки нам можно сказать, что попадает именно что легкий крейсер на бронебойках. Причем данный плюс артиллерии – разработчики укрепили повышенным уроном бронебойных снарядов и льготными углами рикошета. Потому подловив противника в борт, мы реально способны носить просто огромные повреждения. И вот это, если вам нравится держаться на дистанции и вжаривать неприличные цифры урона, и порой даже раздавать цитадельки, вам нравится, то в этом случае качать Элбинга необходимо. Но при этом помнить, что вот все остальное в эсминце – очень плохое. Фугасы слабые. Заливая ими большие корабли, вы практически не почувствуете нанесенного урона. Более того, скажу, фугасы настолько слабые, что даже с эсминцами в перестрелках могут возникать заметные трудности. И бой даже с не самым сильным эсминцем, скорее всего, затянется. Ну а мы, в свою очередь, будем рисковать получить по лицу от защитников вражеского эсминца. Также тут очень слабая маскировка, что очень сильно ограничивает наши возможности в передвижении и в захвате точек. А торпеды, которые могут подкупить большим уроном и дальностью хода, скажу, что имеют неприлично малую скорость хода, из-за чего рассматриваются мною только в качестве костыля. Так что, скорее, торпеды тут пугачи. И вот поэтому, на мой взгляд, ветка простая – балла на 2. Знай себе, держись на флангах, спамь торпедами и жди возможности для нагиба от бронебоек. Ну а из-за того, что эти возможности возникают редко, интересы геймплея тоже на 2 балла с жирным минусом. Ну а если вас напрягают ветки с гиперболизированными преимуществами и недостатками, и вам хочется чего-то ну прям супер универсального, то вот в этом случае рекомендую обратить внимание на ветку эсминца в Британии. Если говорить коротко, они во всех направлениях средние. Запас живучести средний, то есть не то чтобы эсминец легкий фраг, но и в профильной охоте на нем за эсминцами заниматься опасно. Живучесть в ветке очень даже приятная, но в основном за счет козырей, самые яркие из которых – дымовая шашка. Дымы с большим количеством зарядов, минимальным КД на использование, но при этом быстро рассеивающиеся и подходящие только если для маневра выживания в инвизе. Маневренность и инвиз, кстати, ветки тоже очень даже неплохие, но это скорее исключение из правила средней во всем, и только для повышения комфорта выживания. На всякий случай ветку завозят еще и габ с небольшой дальностью работы, защищающий нас скорее от торпед в дымах, нежели дающие возможности атаки, но фишка есть. На высоком уровне нам добавляют хилку, которая начинает сглаживать эффекты редко совершаемых ошибок. Вооружение тут средненькое, с британскими фишечками. Торпеды на первый взгляд кажутся слабыми, их не то чтобы много, и комплексная оценка скорострельности и урона, и дальности не вызывает каких-то восторгов. Тем не менее, потрубный пуск торпед может достигнуть исключительно больших цифр урона, за счет большого количества попадания боеприпасов в цель. А артиллерия? Тоже сомнительная. 120-миллиметровки не имеют ни пробоя, ни урона, ну а скорострельность только немного выше среднего. Тем не менее, этой артиллерии достаточно, чтобы огрызаться, а при повышенном комфорте выживания этого достаточно для победы в схватке с одноклассником. Ну а если речь идет про противодействие большим кораблям, то благодаря высокому шансу на пожар, есть риск стать значимой угрозой для вражеского линкора, которого мы способны прожарить до хрустящей корочки. На хай-левел, когда во вооружении появляется 113-миллиметровки, геймплей заливателя-выжигателя становится еще более выраженным за счет повышения скорострельности. В итоге, в хэт ветка у меня оценивается на 5 баллов сложности. Так же, как и в случае с Грозовым, считаю, что исключительно сложно играть без максимально понятных гарантированных трафаретов действий. Для игры на британцев необходимо импровизировать всегда и работать скорее от минусов конкретного противника. Кого-то вы перестеляете, кого-то пересветите, с кем-то вообще лучше не начинать бой без поддержки. Нюансов в каждом бою будет много, и они все важны. Но при этом, благодаря тому, что у Деринга есть пул разнообразных инструментов для ведения боя, и при этом корабль исключительно приятный в выживании, то графа интерес тут 5 баллов с плюсиком. Контрить Деринга практически невозможно. Ветку Паназии в целом оценивать сложно, ведь это ветка клонов. Какие-то корабли тут с британской ветки, какие-то с американской, какие-то с советской. Потому на каждом отдельном уровне сильные и слабые стороны очень даже разнятся. И вот это сильно осложняет возможности выдать какие-либо оценки данной ветки. Второй недостаток отсутствия ярко выраженной сильной черты, придающей геймплею ветке какой-то, ну знаете, эффект новизны, из-за которой ее хочется качать. Фишки у китайцев есть, но толку от них маловато. Дымы ставятся долго, и они быстро перезаряжаются. Потому тут можно сказать, что фишка британского геймплея, просто немного видоизмененная. Ну а торпеды тут глубоководные, очень неплохо наносят урон по линкорам и по крейсерам, но при этом совершенно бесполезны против эсминцев. Потому в торпедном геймплее потенциал у ветки тоже есть. Жалко только то, что эти две уникальных фишки ветки друг с другом никак не взаимодействуют, и как в случае с британцем, допустим, не перемножаясь, не дают более мощные эмоции в каком-то конкретном геймплее. Именно поэтому скажу, что на мой взгляд ветка, ну, вторична. Сюда даже завезли РЛС, но это фишка ради фишки, которой в рандоме практически невозможно воспользоваться. Потому давайте вот так вот. Сложность я оценивать не могу, ветки уж слишком разные, корабли с разными фишками. Ну а по интересу не буду оценивать, потому что для меня это клоны, которых качать, в общем-то, не нужно. Но если вы только-только начинаете играть в мир кораблей, то вы будете очень удивлены разнообразием кораблей в одной ветке, и потому для вас интерес конкретно этой ветки может взять все 5 баллов. Ветка итальянских эсминцев на момент записи этого видео еще в релиз не вышла. Это произойдет где только через месяц, но уже в сети доступны ТТХ кораблей и концепт-фишек, чего вполне может хватить опытному эсминцоводу для оценок, у которого в порту есть уже все корабли из веток, и он может по цифрам примерно предположить, каким же будет геймплей. И вот по случайному стечению обстоятельств у меня в порту как раз-таки есть все эсминцы, и именно поэтому делюсь своим мнением заранее. Так вот, ветка Италии будет похожа по геймплею на советских и французских лидеров, то есть очень быстрые корабли с мощной, но специфичной артиллерией. При этом, в отличие от советов и французов, которые по сути закрывают нишу дальнего боя и конкурируют друг с другом, итальянцы будут совсем про другое, они будут эсминцами средней и ближней дистанции. К этому толкает малая дальность стрельбы, при этом в ближнем бою итальянцы будут прост звери. Полубронебойные снаряды с высоким уроном, помноженные на скорострельность и укрепленные на хайлевл калибром, просто обязаны разрывать картон. Жир и ветки, кстати, достаточно, чтобы без страха идти в рисковый геймплей, ну а дополнительно помогут в этом геймплее дымы полного хода, которые вообще открывают много разных тактических возможностей. Ведь ветка будет способна буквально пикировать на противника под защитой дымов и пускать торпеды на дистанции, где от них просто невозможно увернуться. Концепты фишки, лично мне сейчас стоя на берегу, кажутся весьма любопытными, и я бы дал без страха интереса тут 5 баллов. Но вот сложность, скорее всего, тоже будет 5 баллов, ведь вооружение не кажется исключительно сильным и, скорее всего, будет иметь критичные недостатки, которые в теории должны помешать тащить в каждом бою. И вот по этой причине, думаю, с этой веткой будет примерно все то же самое, что с тяжелыми эсминцами Германии. Она будет... интересна, но только для небольшого круга эсминцеводов, которым интересен конкретный геймплей пикировщика. Всем остальным она, скорее всего, не подойдет. Ну а угадал я или нет, узнаем где-то через месяц. Ну а на этом, в общем-то, все. Ветки кончились, и оценки я всем раздал. Если вы смотрели это видео от начала и до конца, то я хочу сказать вам спасибо за внимание, ведь ролик получился длинным, и я очень рад, что нашлись те, кто досмотрели его до конца. Надеюсь, что моя работа была вам полезна, и вы подписались сейчас на канал, прожали лайк под этим видео, и в комментариях написали что-нибудь доброе, и подталкивающее меня делать новые видео про флот. Ну а на этом, в общем-то, все. Закругляюсь, и до связи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok